Полевской картодром является единственным в Свердловской области, поэтому соревнования областного уровня всегда проходили только здесь. Но так было до того момента, пока трасса не пришла в негодность, после чего проводить спортивные мероприятия стало нельзя. И вот наконец-то из местного бюджета было выделено порядка 17 миллионов рублей на ремонт. На данный момент все работы завершены. Выполняли работы, которые были предусмотрены ведомостью дефектов, которая составлена ЦФСМ и тренерами спортивной школы. И в соответствии с ведомостью дефектов мы выполнили все работы, которые касались ремонта трассы. То есть это не капитальный ремонт был трассы, это ремонт был покрытия, устройство обочин, устройство уловителей из щебня. В общем-то вот все. И посадка обочин травой. Сейчас трасса еще не сертифицирована, поэтому здесь можно проводить только городские соревнования. На этот спортивный объект сперва должна приехать специальная комиссия, которая проверит соблюдение всех требований, которые разработаны Российской Автомобильной Федерацией. Обозначит замечания, если таковые будут, и только после их устранений трасса выйдет на областной уровень. Моим чайником кататься, вот, на 5. Огонщиком разряды готовить. Вот и все. Надо просто понимать это. Для чего делается, правильно? Если делается для нас просто кататься, отлично. А чтобы получить повысший разряд и хорошую, это плохо. Вот и все. То есть выбрать срединку надо, правильно? Золотую срединку. И вашим, и нашим. Сделали, сделали. Хорошо, хорошо. Лучше, чем было. Лучше. Ну и в чем разговор может быть? Перемены идут. Без споров не бывает. Все сразу не делается. Есть, естественно, недовольные. Качества, внимания мало. Ну, решается. В любом случае, обновили. Я думаю, что все проблемы решатся. Если мы будем контактировать, нас будут слышать. Финальную точку в любом случае поставит специальная комиссия. И только тогда спортивный объект будет официально введен в эксплуатацию. Если говорить по этому объекту, да, вообще исторически. Объект строился в 80-е годы. На тот момент требований к каким-то объектам автоспорта не было вообще. Здание, когда оно было даже еще в образовании, мы не могли его фактически использовать по назначению, потому что оно не соответствовало тоже требованиям. И сейчас, приводя объект в нормативное состояние, мы пытаемся его привести по требованию. Но мы, конечно, не сможем принимать в дальнейшем соревнования российского уровня. Мы его просто не сертифицировали до того уровня в связи с тем, что стандарты поменялись. Трасса маленькая, протяженность, она уже не подходит для российских соревнований. Она не подходит по сложности. Поэтому мы объективно оцениваем этот объект. Мы приводим его в возможное состояние, в то, что можно из него сделать. Мы не говорим про какую-то идеальную картинку. Чтобы был идеал, и чтобы можно было здесь проводить Россию, это надо было делать реконструкцию, либо заново строить этот объект. Кроме этого, 1 миллион 300 тысяч рублей было выделено на ремонт самого здания картодрома, где занимаются дети, учат теорию. К слову сказать, это здание еще ни разу не ремонтировалось с момента постройки. Также планируется обустройство дороги до картодрома без нарушений правил дорожного движения. В настоящее время оформляется земельный участок. В следующем году планируется установка освещения, чтобы можно было тренироваться и в вечернее время. Игорь Соколов, Константин Миронов. Новости 11 канала.